Компьютер и терминал. Вот и все вооружение преступников. С их помощью они легко и просто подделывали банковские карты. Достаточно было считать информацию с магнитной полосы настоящей кредитки, а затем скопировать ее на заготовку. Клиенты не успевали понять, куда пропадали деньги. То, что карты с магнитной полосой уходят в прошлое, стало ясно после того, как ряд коммерческих банков предложил их бесплатную замену на чиповые. Этот более защищенный вид карт уже давно используют в Европе. И у нас они появились только в начале 2000-х. Тогда иностранные банки пришли на российский рынок с новыми кредитками. Карты чиповые. Это карты менее уязвимые и к электромагнитным волнам. То есть карта не размагничивается. Ну и плюс чип – это дополнительная система безопасности. То есть она менее уязвима к вскрытию, взломам. На микропроцессор можно установить различные приложения от удостоверения личности до медицинской страховки. К тому же они более удобны в обращении. Среди активных пользователей карт популярны технологии PayPass и PayWave, что по сути у разных производителей означает одно и то же – платить не прикасаясь. Без контактных терминалов в Тюмени все больше. Их устанавливают в больших торговых центрах и маленьких магазинах. Для того, чтобы расплатиться новой картой, даже не обязательно доставать ее из кошелька. Достаточно просто приложить его к терминалу. Конечно, при желании и этой карты преступник может воспользоваться. Если сумма платежа меньше 1000 рублей, вводить пин-код не обязательно, поэтому независимо от типа кредитки важно соблюдать правила безопасности. А это – не оставлять карточку без внимания и не рассчитываться этой картой в торговых точках, которые вызывают у клиента сомнения. Но самое главное отличие этих карт заключено в правиле переноса ответственности. Если карта оборудована чипом, но терминал не может его прочитать, то ущерб в случае мошенничества несет банк, обслуживающий карту. Таким образом, вероятность того, что пострадавший получит свои деньги обратно, намного выше. Алексей Вяткин, Андрей Захаров, Владимир Кондратьев, Симонформбюро.